А у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод. Про красную площадь из окна я вообще молчу, этот ролик не для данного сословного населения. А вот с газом тоже проблема, он далеко не у всех, хотя он очень удобен. И если у вас нет в квартире газа, водопровод, понятное дело, у вас есть. Я так думаю, что плиты с чугунными блинами уже ушли в прошлое, и если встает вопрос, то встает вопрос на замену между электрическими плитами с хайлайт, либо индукционными. Вот я, если честно, несколько месяцев мучилась, выбирала, сравнивала. Мы сегодня разберемся, какая разница между индукцией и хайлайт, и в чем же минусы и того, и другого. Я больше 10 лет пользовалась хайлайтом, была просто очень счастлива и считала, что нет ничего лучше на свете. Но меня переубедили, что индукция лучше. У индукции однозначно есть много своих плюсов по сравнению с хайлайтом, но и куча минусов. И сегодня поговорим и о том, и о другом. Поговорим сначала о плюсах. Итак, первый плюс индукции – это скорость закипания воды. Наливаем в кастрюлю воду, выбираем секундомер и включаем. И теперь сразу о плюсах и минусах. Первый минус – она шумит. Любая индукция шумит, гудит, шумит, вибрирует. То есть я делаю вот так, а у меня тут вся столешница, она… При этом, видите, я могу вот так вот раз и положить вот так вот телефон. Естественно, на электрическую плиту мы вот так вот ничего положить не можем. То есть не можем вот так вот руку сделать. Следующий фокус. Если даже у нас что-то протекло, что-то прилипло, у нас вода уже почти закипела. У меня всегда была клиника. Если у меня что-то убежало, я должна тут же выключить и начинаю отмывать плиту. Естественно, на фоне этого начинает прилипать то, чем я это все отмываю. Но дождаться, пока это все остынет, у меня тоже не хватает терпения. Потому что я понимаю, что потом это будет отмывать еще сложнее. Так вот, с индукцией такой проблемы нет. Прошло полторы минуты, и вода закипела. Одна минута, 44 секунды. До полного вот такого сильного закипания минута 44. Естественно, ни на каком хайлайте вот вас так быстро не закипит. Выключаем. Снимаем. И, то есть, я вот сразу же, да, то есть, она вот, чу, тепленькая салфеточка. Понимаете, если вы положите это на электрическую плиту, то в лучшем случае будет вонять, в худшем случае она загорится. Особенно удобна индукция в маленькой кухне. Потому что вот сейчас, да, к примеру, я сняла, у меня места не хватает. Я сняла кастрюлю, я положила доску, и я прям тут же могу резать, что-то делать. То есть, у меня не занимается рабочая поверхность. У меня нет угненного шара, который нужно какое-то время обходить. Однозначно, индукция быстрее, индукция легче регулируется, потому что, если на электрической плите вы уменьшаете температуру, она уменьшается не сразу за счет того, что у вас уже накаленная плита, и ей нужно время остыть. Индукция ближе к газу. Вы уменьшаете температуру, и одновременно у вас уменьшается температура приготовления. То есть, это происходит не долго, а мгновенно. Отдельно хочу сказать про белый цвет. До этого у меня была, естественно, была стандартная плита черного цвета. Так вот, на черной поверхности любые вот отпечатки, они видны мгновенно, да. Я не ожидала, что на белом цвете не видно вообще практически никаких загрязнений. То есть, все намного легче отмывается. Кто-то говорил, что она начинает через какое-то время желтеть, что появляются желтые круги на варочной поверхности, что оно темнеет. Но по факту я пока очень довольна, потому что я ее протираю, и никаких ни отпечатков, ни разводов у меня нет. Белой плитой довольно намного больше, чем черной. Теперь поговорим о минусах. Первый минус. Она шумит. Второй. Второй минус. Главный. Если у вас до этого была плита Highlight, вам придется... Ну и было много новых достаточно сковородок с антипригарным покрытием тефлоновым. Наверное, с половиной, а может быть, из больше половины сковородок вам придется расстаться. Далеко не все сковородки подходят к индукции. То есть сковородки из Ашана, вот самые дешевые такие большие соседники, они уже не прокатят, потому что маленькое количество металла, индукция с ним не работает. И никакой керамической посуды. Но, на удивление, я обнаружила, что все старые сковородки, кастрюльки, то есть эмалированные старые ковшики, прабабушкина чугунная сковородка, со всем этим индукция работает. То есть я поставила, оно работает. Когда он не работает, оно показывает вот такой вот значок. Да, еще один плюс. Если вы сняли, вы можете не беспокоиться, что вы забыли выключить плиту. Как только вы снимаете, индукция выдает ошибку и автоматически отключается через какое-то время. Так вот, насчет прабабушкиной сковородки. Она тоже работает. То есть на ней можно готовить. И для меня это было просто открытием. А теперь главный минус индукции. Индукция, особенно когда вы часто пользуетесь бустом. Люди, может быть, в домашних условиях это не особо замечают. А люди, которые профессионально работают с индукцией, часто ежедневно, говорят, что однозначно сковородки, кастрюльную, вся посуда на индукции портится быстрее. Индукция прожигает центр. То есть так как индукция не нагревает варочную поверхность, а потом уже сковородка или кастрюля забирает этот жар с варочной поверхности, а индукция нагревает саму сковородку, она просто портит. Вот, к примеру, Тефаль. У меня, да, Джейми Оливер, не самая дешевая из марок. Данная сковородка прослужила, но это брак. Они, Тефаль, сами признают, что это брак. Но мне от этого не легче, потому что сковородка не дешевая. Точнее, достаточно дорогая. Прослужила она мне всего 2 месяца. Они подтверждают, что да, это брак и гарантия на данную сковородку 2 года. Но факт остается фактом. Проблема уже еще 2 месяца никак не решается. Мне ее и заменить не могут, и деньги не могут вернуть. В общем-то, какой-то замкнутый круг. Но сковородка испорчена напрочь. Сковородка пошла волдырями, и у нее начал ослаиваться тефлон. То есть он местами вздувается, пузырями, местами вообще просто уже облупился. Чем вся эта история с Тефалем закончится, я не знаю. Сервисный центр мне непрерывно отвечает. Говорит, что да, 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 конечно же надо. Это наша проблема, это наша вина. Да, мы признаем, что это брак. Но данная бракованная сковородка продолжает ждать, когда вопрос решится. В итоге я поговорила со своими друзьями-поварами, которые работают с посудой и в том числе с индукцией каждый день. И они говорят, что да, тефлон, он очень плохо живет с индукцией. То есть он меньше по времени служит. То есть лучше покупать сковородки вот с таким вот напылением. У меня всего одна такая. Оно какое-то керамическое, не керамическое. Короче, я не знаю, как оно называется, но оно не тефлоновое. И вот оно, вот это вот покрытие, намного лучше служит на индукции. И вот основной минус индукции. Посуда для индукции реально обойдется вам намного дороже, чем посуда для обычной электрической плиты. Не знаю, сколько мне прослужит вот эта сковородка. На данный момент она уже прослужила в два раза, а то и в три больше, чем тефаль от Джейми Оливер. И буду надеяться на лучшее, что она и дальше мне еще послужит. Я надеюсь, что я вам дала полную информацию. И дальше вы уже примите для себя решение и будете выбирать, что вам нужнее. То есть если бы мне предложили сейчас индукцию заменить обратно на хайлайт, я бы не согласилась. Потому что в маленькой площади индукция удобнее. В первую очередь потому, что она не съедает у меня рабочее пространство. У меня нет вот этого огненного шара. Во всем остальном решать вам. А я, насколько смогла, дала вам информацию для размышлений. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Буду рада ответить.